Итак, господа, в рамках данного видеоролика я бы хотел с вами более детально обсудить последнюю насущую тему касательно blackout, энергетического кризиса, цифрового доллара, о том, как его внедряют сейчас и о том вообще, как будут кидать весь мир в рамках завершения текущей долговой системы, текущего долгового цикла. Посмотрите, последние несколько дней почти все информационные порталы США, в том числе сайт НАСА и прочего в том духе, как ни странно, резко заговорили об аномальной солнечной активности, которая, по их мнению, может в ближайшее время привести к мировому интернет-апокалипсу и солнечные вбросы могут повлиять на спутники и вызвать тотальный мировой blackout интернета. Господа, об этой теме я вам говорю последние два года и начал говорить в медиа одним из единственных, и после чего я обратил внимание, что подобные суждения перехватили даже некоторые другие инвест-блогеры. Я вам, господа, много раз говорил о том, что текущая долговая система – это пирамида долгов, чей эквивалент составляет 2,5-3 квадриллиона долларов. Проблема вся в том, что за последние 50 лет расплодило огромное количество долгов вся эта западная финансовая система, в частности, после развала Союза Советских Социалистических Республик, то есть Третья Сила, которая, по факту, контролировала мировой порядок. То есть социалистический лагерь пал, капиталистический лагерь остался в силе, да, и начал свою могущество только наращивать в дальнейшем. В чем прикол? В том, что вся текущая долговая система, она будет в этом момент времени обнулена. Да, я вам много раз говорил о своей мысли о том, что обнуление этой долговой базы будет преимущественно за счет каких-либо энергетических катаклизмов. Почему? Потому что сейчас многие центральные банки мира уже начали выпускать свои цифровые валюты, цифровые доллары, цифровые юани, цифровые евро и прочие в этом духе. Нам сейчас по факту говорят, что, ну, а, не переживайте, все нормально будет. Все равно будет фиатная валюта, бумажные деньги, то есть будет сером банк, все счета и прочие в этом духе. Но, понимаете, если смотреть на опыт Китая, то цифровые юани там внедряются серьезно, очень серьезно, наравне с социальным рейтингом. И, к сожалению, все, что нам показывают по факту, средства массовой информации, культура, кино, музыка, блогинг и прочие в духе, нас готовят буквально к тому, что будет цифровая система. Цифровые деньги, цифровые рейтинги и прочие в этом духе. Я думаю, один сериал «Черное зеркало» чего только стоит. Потому что многие из вас, я, Бартина Тима Ивановича, в году 19-20-м, не верили в то, что будет пандемия, а нас к этой пандемии готовили, на чем мы получили потом фактор развития мирового финансового кризиса. А потом начали нам внедрять в сериалах, в прочей теме, конфликт между двумя странами, находящимися на территории Восточной Европы. Сейчас нам внедряются айтишников, хакеров и прочих людей в этом духе, энергетические катаклизмы и прочее, что вас окружает в масс-медиа, в массовой этой культуре. Кино, музыка, сериалы и прочее в этом духе. И это не теория заговора, господа, нет, ни в коем случае. Это реальность, которая нас готовит. И в этом видеоролике мы с вами более детально обсудим, что будет драйвером смены вектора развития всего мира. Во-первых, господа, блэкаут, это я, я полагаю, блэкаут вообще вопрос времени. Потому что центральным банкам нужен повод для внедрения цифровых валют. Инфляция, инфляция, как таковая, многие из вас говорили, что, ну, Михайлович, блэкаут маловероятный сценарий. Почему? Потому что, впрочем, инфляцию внедрить, чтобы потом с фиатной валюты переставить их на цифровую валюту. Господа, ну, будет инфляционный шторм в такой ситуации, допустим. Будет снижение покупательских способностей всех фиатных валют. А на выходе что получим? Смену всей этой фиатной системы на цифровую? Нет, бумага останется, господа. А им не нужна бумага. Им нужно подконтролить цифровые деньги. И чтобы конкретно всех пересадить, нужен, так или иначе, катаклизм природного характера. Чтобы потом, впоследствии сказать, что, ой, извините, подвиньтесь, а ваши счета обнулены. Ой, простите, мы не хотели. А во всем виновата Солнце. Оно так сильно магнитное поле Земли прощупало. Нам такое не снилось. Но теперь у вас будут альтернативы. Цифровая валюта. Всем выгодно. И потом, господа, путем внедрения цифровой валют будут подключать бизнес. Как они будут делать? Легко. Вот есть перед вами ритейлер компаний. Какая-нибудь, не знаю, пятерочка, лента или магнит. Все те, кто оплачивают фиатом, они будут платить рыночную стоимость товара. А те, кто будут платить цифровую валюту, им будут скидки еще давать. Бонусы, там, какие-либо. Запомните, господа, бизнес будут привлекать к развитию цифровых валют. То же самое будет и в Америке, и в Латинской Америке, Европе, и Азии, там, в Ближнем Востоке в том числе. То есть подвигать будут народ пересаживаться на цифровую валюту. А потом уже какой-нибудь такой природный катаклизм со временем подъедет. Поэтому я сторонник чего? Сторонник физически-материальных активов. Я вам об этом говорил неоднократно. Это металлы, это недвижимость, это автомобиль, это все, что можно потрогать, можно пощупать, господа, дорогие мои. Не думайте, что текущий кредитный цикл закончится для всех нас радужными буднями, закончится позитивом. Нет, извините меня, предыдущий кредитный цикл в рамках Великой Депрессии 29-го года закончился только в 46-м году. Чем кончилось? Гибелью миллионов человек. Из-за имперских амбиций одного фрика, находящегося на теле Европы. Тогда это кончилось, 8 мая 45-го. И тогда, господа, началось обновление кредитного цикла, в рамках которого многие западные государства, это обновление кредитного цикла отражалось на росте валового внутреннего продукта. Почему? Как говорится, господа, ленд-лизы тому пример. Поставка техники, продовольствия и прочем духе заставила многие компании зарабатывать сверхгигантскую маржу. То есть сверхгигантскую прибыль. На фоне чего многие западные страны с этого поимели довольно неплохие деньги. Ну, простым словом, прибыль. Вот. И я не думаю, что повторение подобного, оно вероятно в текущее время. Почему? Потому что вооружение совершенно другое во всем мире, извините меня. Оно не такое, какое было там 100 лет назад, 80 лет назад. Нет, оно стало жестче, хуже. И чтобы не было массового катаклизма, чтобы не вообразились фантазии довольно известного писателя Дмитрия Глуховского с его романом «Метро 2033», не вообразились в наших с вами постоянных реалиях, постоянных буднях, чтобы все это избежать. Проще глобалистам что сделать? Правильно. Энергетический кризис. Росы на сырьевые товары. Росы на энергетику. Дисбаланс энергетический. Проблемы со связью. Интернетом. Со всем. А потом и вовсе. Блокаут. Магнитная буря, солнце, земля равно жесть. Все. Об этом, господа, я говорил, я буду говорить. Почему? Потому что я вижу тренды. Нас к этому готовят. Серьезно готовят. И я еще раз говорю, господа, как говорится, страховаться надо. Наши редакции страхуются. Мы страхуемся. Я не верю в эту фиатную систему, господа. Я не верю в цифровые деньги. Я не верю в банкинг, как таковый. Потому что я прекрасно понимаю, что через 10 лет банкинг, он будет другой. Он не будет таким, как он сейчас является. Все платежные средства, да, то есть все платежи будут проходить через центральные банки. Потому что на цифру нас всех пересадят. Силой пересадят. Хотите вы этого или нет. Но, понимая, какой финанс живет впереди по этой пересадке, нам необходимо сохранять наши капиталы. Правильно? Правильно. Деньги. В чем сохранять физические, материальные активы? Потому что право собственности, оно как соблюдалось, оно и будет дальше соблюдаться. Даже после того, когда во всем мире заиграет новыми тонами марксистско-ленинская теория. Почему? Потому что Великая Депрессия, которая у нас будет в будущем, причем в обозримом будущем, спровоцирует фактор роста безработицы. Будут тотальные кризисы. Вот, например, многие западные компании, средние малобицы, они уже банкротятся. И неплохо банкротятся. Тем самым рабочие места появляются. Вам посмотрите на график безработицы США. Безработица начала расти. И это только начало тренда. Мы только в начале этого тренда, господа. Сперва будет инфляция, а потом будут энергетические шоки. И в чем прикол? В рамках этой инфляции центральные банки будут запускать в последний раз политику программы количественного смягчения. Это неизбежно. При мягкой денежной кредполитии, то есть при низких ключевых ставках. И, как следствие, будет тотальный инфляционный шок. Потому что денежная масса во всех странах, она будет расти. Да даже мы пендели получим, так или иначе, в рублевой зоне. Поэтому я и говорю, господа, сырьевые товары обречены расти. Например, недвижка в России тоже обречена в стоимости расти. Просто вопрос в будущем станет ребром. Вот представьте себе, квадратный метр в Москве будет там 300, может 350 тысяч рублей. Дальше что? Вы будете продавать квадратный метр? Нет, пузырь надувался и будут надуваться почему-то, потому что сырьевые факторы будут играть. И жадность застройщиков, жадность девелоперов. Еще будет ряд других стимулирующих программ, для того чтобы рынок ипотеки конкретно пендовать по полной программе. Пендели давай, чтобы цена еще дальше росла. Выгодно всем, банкам, застройщикам, всем вообще выгодно. Такая система. Но в чем прикол-то? Продавать по 30-50 тысяч рублей, понимая то, что у нас будет впереди, энергокатаклизм, нерезонно. А где, вот вы, например, обналичили денег, дальше что? Что вы будете с деньгами делать? Под подушек, под матрасом хранить? Тогда у вас обесценится рано или поздно. И обесценение будет капитальное. Поэтому нужно уже сейчас копить физически-материальную базу. Что наша редакция, в принципе, и делает. С другой стороны, действие центральных банков. Действие центральных банков. Это Япония, Китай, Ближний Восток, там американцы, европейцы, особенно Китай, я подчеркиваю. Они все копят золотую базу в виде покупок слитков, золота, серебра и прочего. То есть, эти ребята уже готовятся к этому. Они готовятся не только к обвалу индекса доллара, не только к запуску тотальной стимулирующей монетарной мировой системы в виде понижения ключевой ставки, запуска коррешмей, запуска новых стимулирующих программ. Нет, они не только к этому готовятся, они готовятся к смене этой полярной эпохи финансовой. Потому что они понимают, что если сейчас не физмат-активы, деньги не переводить, эти фиатные, юани, доллары, евро, еще что-то, потом можно нехило так обгадиться. Потому что когда будет смена, будет инфляция, а после инфляции энергошоки. Понимаете? Это проблема. Такая причинно-следственная связь, с которой мир идет. Начинается все с чего? Правильно. С монетарной политики. Кончается все чем? Шоками. И чтобы к этим шокам приготовиться, центральные банки сейчас капитально пылесосят с рынка золота. Вот. Пылесосинг начался. Этот пылесосинг будет дальше расти. Господа, еще раз повторяюсь, это не шутка. Мы находимся сейчас в стыке двух эпохальностей. 20-е годы, я вам говорил еще в 18-19 году, что 20-е годы. Это будет десятилетием турбулентности и политической, и экономической. Почему? Потому что мы ходим из одной эпохи в другую эпоху. Из эпохи банковского капитализма. В эпоху цифрового капитализма. А перед эпохой цифрового капитализма, как раз все эти приколы, в виде цифровых, внедрения цифровых валют, они будут сопровождаться. Сопровождаться шоками. Сперва инфляционными, потом энергетическими. Это второй аспект. Третий аспект. Цифровая валюта. На эту тему я публиковал охренеть, как много видеороликов. Еще вот, что в сентябре 22-го года. Называется, видео цифрового доллара CBDC внедрят в июле 23-го года. Коллапсы в экономике энергетики неизбежны. Почему в июле 23-го года? Потому что в документе Федеральной резервной системы официально прописано, что внедрение бакса цифрового будет в июле 23-го года. И, между прочим, они уже сейчас начали его внедрять. Внедрять уже сейчас начали, господа. Далее, было также видео. Цифровой доллар внедряется в США. Вот 21 ноября 22-го года. Тоже можете это видео посмотреть, в поисковике забить. Ну или, с другой стороны, я вам просто ссылки на эти видеоролики оставлю. Вы их просто посмотрите. Полезные видео максимально. Потому что все, что я озвучивал там, оно происходит сейчас здесь. Мы с вами эту картину видим по факту наперед. И, соответственно, уже переходя на долговой рынок США, на индекс доллара, на сырьевые рынки. Что мы получим в последствии? Правильно. Мы получим последствия. Во-первых, взлет на доллар локальный. И потом снижение вот сюда. 89-90 пунктов. А то вообще ниже. 78-60 пунктов. То есть цель индекса бакс находится глубоко ниже. На этом факторе у нас будет тотальная распродажа трежерис. Рост доходности, соответственно, трежерис. Американской гособлигации. И, как следствие, будет рост цены сырьевые товары. Нефть, там, золото, серебро, платина, палладий, медь и прочие в этом духе инструменты. Поэтому, господа, я просто забегая наперед, вам говорю еще раз. Финансовый рынок, это, конечно, хорошо. Электронные деньги, это тоже красиво. Как говорится, на вашем счете сегодня там 100 миллионов рублей, да? Вы легли спать бодрячком. Такие, о, какой я крутой миллионер. Прям властная структура. А завтра проснулись, опа, ноль без палочки. И до этого интернет еще, допустим, не работал там всю ночь. И вот проблема вся в том, что к этому мы идем. К этому мы идем, господа. Я вижу риторику представителей Радноцентральных банков, азиатов, западных стран. Я прекрасно понимаю, что они многие вещи как бы нам не договаривают. Но сами пылесосят металла с рынка, господа. И вот потом уже, в последствии, когда будут внедрять после этих всех событий цифровые деньги, что у нас будет? Золотой стандарт у нас будет снова. То есть золото будут прикреплять к цифровым валютам. Вам сейчас многие инвесттрейдеры, многие аналитики говорят, что это нерентабельно, это нерезонно, это дорого, это неэффективно. Они мыслят, господа, предыдущими десятилетиями. Они мыслят предыдущей монетарной системой, понимаете? А у нас впереди будущая монетарная система, при которой не будет программы стимулирования, цифровые деньги не напечатать. Цифровые деньги, они будут в обиходе везде. Цифровые деньги будут мониториться. Мониториться уже высшими ведомствами, чем центральные банки. Понимаете? То есть уже не центральный банк будет основным монетаристом, а высшие ведомства. Потому что все будут понимать, что та самая безнаказанная система, которая имеется сейчас, в виде печатания денег, она приводит к тем катаклизмам, которые называются росту кредитной нагрузки. Извините меня, а рост в долговой базе к чему придет рано или поздно? Правильно, к большим потрясениям экономическим. И к этому мы постепенненько подходим. Я просто опять же к чему клоню? К тому, что инфляционный шок нам не избежать. Это очевидно, это понятно. Это прямо вот ясно. Тренд очевиден. С одной стороны. С другой стороны, монетарная власть сейчас, что будет делать правильно? Переобуваться в своей монетарной политике. ДКП снижать. Программы симулирования запускать. Все. Когда мы с вами будем наблюдать инфляцию, растущую в США, опять к уровню 10-15%. Господа, вы просто мои слова вспомните. О том, что, блин, это лишь второй этап перед блокаутом. А я в блокаут больше всего, признаюсь честно, верю. Почему? Потому что я понимаю, что мировой катаклизм, который был там в предыдущем веке два раза, да, с 14 по 18 год и с 39 по 45 годы, они сейчас маловероятны. Не та ситуация. Так можно просто всю землю спепелить. А те, кому, как говорится, играют на всем этом, кто правит балом, а правит балом капиталисты по факту, ну, то есть мировые капиталы. Им это невыгодно. А зачем? Какой смысл? Поэтому, господа, еще раз повторюсь, что в рамках текущего завершения кредитного цикла нужно готовиться к физическим материальным активам. Еще раз повторюсь, цифровые доллары и цифровые деньги можете посмотреть вот здесь, в этих видеороликах. Ссылка на них я оставлю, можете изучить, можете посмотреть. Очень полезное видео, на мой личный взгляд. Вот. Ну, и с другой стороны, квартира, коммерческая недвижимость, автомобили, драгоценные промышленные металлы. Это спасение. То, что можно потрогать, можно пощупать. Другого выхода я, признавшись, не вижу. Ни валюты, ни фиатные, ни электронные валюты, ни акции в будущем. Это все не защищено вообще ничем. Потому что у нас впоследствии, когда все это дерьмо будет происходить, народ куда будет бежать? В гребаные обменники. Народ будет бежать, забирать эти деньги. Что, мол, блин, вот все страшно, все пиши пропало, блин, а вот Михаилыч говорил, а мы его не слушали. Господа, не надо так, не надо так. Готовиться надо заранее. Поверьте, всегда нужно готовиться заранее. Потому что смена эпохальности в виде смещения кредитных циклов, оно никогда не проходит гладко, как некоторые считают. Оно проходит путем экономических потрясений. И вот первое экономическое потрясение мы получили в виде ковида. Второе экономическое в предыдущем году. Третье экономическое получим уже в ближайший год-два. Почему? Потому что я вижу, что безработица в США растет. Это первое. Тем самым будет снижением, точнее, видоизменения монетарной политики. Так что все интересное, господа, впереди. Надо готовиться, и готовиться с точки зрения физмат-активов. Я все, что вам говорил, я говорю сейчас. И эту политику наша редакция соблюдает по сей день. В общем, на этом все. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова